Одной из основных тем наступившей недели остается ликвидация последствий разрушительной стихии в Крымском районе. С первых дней восстановительные работы ведутся силами не только спасателей, военных и жителей, но и волонтерами со всей страны. В зоне кубанского бедствия работают добровольцы из нескольких регионов. Тамбова, Рязани, Москвы, Липецка. В их числе и те, кто на себе испытал разрушительное действие стихии. Волонтеры Туапсинского района. 16 октября 2010 года для Туапсинского района стал черным днем в его истории. Тогда за несколько часов из-за паводковой волны, вызванной ливневыми дождями, вышли из берегов реки Пшенаха и Туапсинка и затопили пять населенных пунктов района. Большая вода сносила все на своем пути. Она унесла с собой нажитое имущество и жизни людей. Тогда в зоне подтопления оказались более двух тысяч домов. Беда Туапсинского района не оставила равнодушных. Гуманитарная помощь незамедлительно стала поступать в соседних городов и регионов. А вместе с ней в район на расчистку пострадавших сел ринулись и добровольцы. 7 июля 2012-го вновь стихия нанесла свой сокрушительный удар. На этот раз по Крымскому району. Последствия стихии оказались несколько раз страшнее, чем в Туапсинском районе в 2010-м. 34 тысячи человек лишились имущества и жилья. 171 – жизни. В первые же дни в Туапсе и поселениях района развернулись пункты по приему гуманитарной помощи. Только на Умихайловском городском поселении силами жителей и здравниц удалось собрать более 500 тысяч рублей и десятки коробок с продуктами, средствами личной гигиены, одеждой и самым ценным – водой. Машинки, пацанянка. Хорошие машинки. Беза, она всегда неожиданно приходит, потому что у нас не ждем ее, но она пришла. Как бы, где бы ни было. Я бывал после землетрясения, в Ташкенте был. И в Армении помогал все. А если дружно все это сделать, все можно, это, ну, как вам объяснить, помощь, оказать это обязательно, я так считаю. Субтитры создавал DimaTorzok Отряды добровольцев вместе с Владимиром Лыбаневым, главой Туапсинского района, выходили в район бедствия. За туапсинцами теми, кто на себе испытал удар стихии, закрепили один из самых пострадавших районов Крымска – 6 улиц и 2000 жильцов. Из Новомихайловского на помощь отправились 60 человек. Всего в Крымском районе работают 270 добровольцев из Туапсинского района. Сами испытав на себе и зная, что это, все наши жители, спасибо им за это, помогают. И сегодня не только мы решили помогать материально, решили помогать вещами, первые необходимости, но и вот наш такой стройотряд тоже выезжает, чтобы помочь попавшим в беду жителям Крымска, с ними вместе, рядом, поддержать их, подставить плечо, поработать с ними. Ну и попасть, ну как это, друзья ценятся в трудную минуту. Когда-то вся Кубань помогла нам, теперь, я считаю, и никого не пришлось убеждать, никого не пришлось заставлять, никого не пришлось насильно как-то пытаться повлиять на кого-то, все сами. Не остался в стороне Орленок. 700 тысяч рублей перечислено сотрудниками фонд «Красного креста». Это однодневный заработок. Несмотря на это, коллектив центра продолжил сбор гуманитарной помощи. Пункт по ее приему развернулся в кабинете профсоюзного комитета «Орленка». Объемы очень большие, потому что у нас сейчас полностью завален один кабинет и уже кабинет наших соседей, поэтому в количествах это достаточно многое уходит по объему. Мы боимся, что мы, к сожалению, все за один раз не увезем, поэтому будет, скорее всего, следующий, когда поедут за нашими ребятами. Наши ребята едут на три дня, вот, и, соответственно, мы довезем остальную материальную помощь. Иван Иванов – воспитатель Всероссийского детского центра «Орленок». Сам из Ижевска учится в Удмуртском государственном институте на спасателя. Он не смог остаться в стороне и сам вызвался в отряд волонтеров. Ведь спасать жизни и помогать людям, попавшим в беду, – это моральный долг каждого. А для него еще и будущая профессия. Ну, я думаю, что любые силы пригодятся. Даже не того человека, который мог бы там обучиться на спасателя. Даже, допустим, разгребсти завал – это нелегко сделать троим, пятерым. Это толпой надо как бы работать, работать в хорошем составе. Вот. И добавочно к этому не только разгребать, при этом кто-то, может быть, что-то обнаружит, который очень, ну, хорошо повлияет на работу спасателей. Вот. Что-то заметишь, что не заметили спасатели. Таких, как Ваня, в отряде добровольцев «Орленка» – 21 человек. Все они в Крымске присоединятся к туапсинской делегации волонтеров, которая пополняется с каждым днем. Официальные источники сообщают, что, несмотря на 7 тысяч добровольцев, которые работают в Крымском районе со всей страны, людей по-прежнему не хватает. В поселениях туапсинского района продолжается сбор гуманитарной помощи и запись в отряды добровольцев. На данный момент в Крымском районе сохраняется острая необходимость в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, стройматериалах. Но о Михайловском сбор помощи ведется в здании КДЦ «Юность», а запись в ряды добровольцев осуществляется по телефону 9202. На момент выхода сюжета в эфир волонтеры «Орленка» остаются на месте событий. О фронте работ, проблемах и обо всем увиденном из первых уст вы узнаете в нашем следующем материале. Продолжение следует...